Недавно у нас прошло первенство Уральского федерального округа по аэроспорту. Хочу поздравить Константина с победой, вручить ему за счетную книжку. Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта. И благодарность от управления за высокие спортивные результаты и пропаганду здорового образа жизни. И поблагодарить также тренера твоего и пожелать дальнейших успехов вам. Спасибо. Константин поздравляю. Спасибо. Еще одна весомая награда в копилку достижений копейского армрестлера. Константин Лошкарев поздравления с победой получает не впервые. На счету спортсмена около 30 медалей различного достоинства. В этот раз молодой человек отличился на первенстве Уральского федерального округа по армспорту, заняв в весе до 70 килограмм первое призовое место. Эмоции большие были, конечно. Все-таки соревнования серьезные, конечно. Я надеялся, что я попаду в призовые места, но я не думал на 100% то, что буду первым. Это, конечно, радость большая была. Я сначала пришел сюда, ну, просто мне нравился этот спорт, я хотел попробовать, что это такое, посмотреть. А на первых соревнованиях я уже понял, что это не просто на руках бороться, как некоторые люди думают, а это реально спорт. В борьбе за победное место Константин подтвердил звание кандидата в мастера спорта в планах получения мастера спорта. Борьбой на руках копейчанин занимается уже 4 года. До этого молодой человек несколько лет увлекался настольным теннисом. Реакция, выработанная благодаря этим занятиям, пригодилась впоследствии нашему герою в достижении успехов в армспорте. Отрадно, что у нас в Копейске, помимо наших традиционных видов филоспорта, легкой атлетики и бокса, появляются сильные спортсмены, которые завоевывают награды самого высокого достоинства на соревнованиях, таких как Уральский федеральный округ и чемпионаты первенства России. Армспорт Копейский потихонечку развивается. Есть энтузиасты Дмитрий Егоров. Благодаря ему у нас работает секция. Результаты растут. Я думаю, что в дальнейшем у нас будет появляться не только победитель первенства УРФО, а и чемпионатов России, и, возможно, уже международных стартов. Упорным тренировкам Константин ежедневно уделяет несколько часов. Он оттачивает технику и тактику ведения борьбы под внимательным контролем своего тренера Дмитрия Егорова. Награда значимая, конечно, это первенство УРФО. Значит, он сильный в своей весовой категории в Уральском федеральном округе. Так-то Константин уже выигрывал всероссийские турниры, Кубок Танкограда, всероссийский турнир. Сейчас он состоит в сборной. Вот этот год состоял в сборной страны нашей. Он на России занял четвертое место и попал в состав сборной. Вот этот весь год был в составе сборной. Первенство УРФО проходило в Екатеринбурге. Помимо Константина на соревнованиях успешно выступили еще двое копейчан – Андрей Сокольский и Леонид Ильиных, которые в своих весовых категориях стали бронзовыми призерами. Третье место досталось команде Челябинской области и в командном зачете.